Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Обсуждаем запрет для никвалов на покупку иностранных ценных бумаг. Новость о том, что Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран, кредиты в юанях и многие другие новости, которые сегодня приковывали наше внимание. Начнем, давайте, конечно же, с главной темы дня. Да, это тот факт, что все-таки ЦБ решил запретить никвалам покупать недружественные иностранные ценные бумаги. Правда, запрет это будет не единомоментным, а постепенным. С 1 октября брокеры не смогут выполнять поручения на покупку таких бумаг, если их доля в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог снизит до 10%, с 1 декабря до 5%. Ну и с начала 2023 года, с 1 января, брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения никвала по увеличению позиции в иностранных ценных бумагах из недружественных стран. Тут важно отметить, что вот этот процент, который установил ЦБ, относится именно к количеству бумаг, которая куплена инвестором у одного брокера. Это, конечно, такая мера немножечко неоднозначная, потому что у человека, у одного брокера может быть 100% иностранных ценных бумаг, у другого брокера может быть, наоборот, целый портфель российских бумаг, но вот как бы в сумме это не учитывается, смотрит отдельно по всем брокерам. И ЦБ поясняет, что это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для никвалов, поскольку иностранные финансовые институты, цитата, где учитываются такие бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. Ну и по заявлению ЦБ от такой блокировки уже пострадали более 5 миллионов инвесторов, защитить права которых постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции. При этом закрывать короткие позиции можно, также можно совершать операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран. Но тут надо понимать, что есть большие вопросы по Гонконгу, потому что это тот новый рынок, который для российского инвестора открыла СПБ-биржа в этом году. Гонконг формально является страной дружественной на данный момент, но при этом цепочки хранения, это там, в общем-то говоря, те же, что и при покупке, допустим, американских бумаг. И сегодня проходил митап ЦБ с инвестиционными инфлюенсерами, как это называется нынче. Вот, собственно, я там тоже присутствовала и уточняла по поводу Гонконга, на что ЦБ ответил, что, ну, в общем-то, ответ будет крыться в той цепочке хранения, которую предложит СПБ-биржа. Если она будет, соответственно, обходить иностранные институты, которые могут совершить блокировку, то можно будет. Если такого решения не будет найдено, то, я так понимаю, что и Гонконг тоже будет недоступен. Ну, конечно, эта новость в целом для российского рынка, для российской финансовой, да, скажем, тусовки, не очень позитивная. Я свое отношение уже говорила, но давайте повторюсь, да, что я с начала марта не покупаю новые иностранные ценные бумаги. Более того, я продала все, что я могла продать, и об этом вам тогда говорила. И я считаю, что инфраструктурный риск действительно высок. Кроме того, дивиденды до сих пор не приходят, хотя СПБ-биржа в какой-то момент обещала это сделать в конце лета. И это тоже довольно существенный фактор для людей, которые покупают иностранные ценные бумаги в долгосрок. Другое дело, что, на мой взгляд, вот такой жесткий запрет все-таки, наверное, это не единственное решение, которое можно было принять. Вот инициатива, которую выдвигала наша команда, заключается в том, что можно просто выдавать некое пуш-уведомление в приложении, где человек соглашается с риском блокировки и как бы подтверждает, что берет этот риск на себя. И только после этого получает возможность купить иностранную ценную бумагу. Но все-таки, как мы видим, регулятор выбрал здесь такой более жесткий путь. Но, по крайней мере, он постепенный. И это дает возможность брокерам в финансовой инфраструктуре все-таки как-то адаптироваться к этим изменениям. И, возможно, перестроить свои источники получения денег для того, чтобы инфраструктура не зашаталась. Из-за того, что огромное количество никвалов не могут покупать, по сути, лидирующие продукты, которые эти брокеры предлагают. Не могу сказать, что это радостная новость. Но, с другой стороны, в общем-то, статус квала получить можно. Это, вероятно, станет сложнее. Вот тоже с ЦБ на митапе обсуждали сегодня вопрос повышения имущественного цен за до 30 миллионов. И ЦБ спросил позицию тех блогеров, которые присутствовали на встрече, нужно ли брать только имущественный ценз или все-таки есть какие-то другие факторы, которые влияют. И, конечно, все мои коллеги, я в том числе, единогласно сказали, что оценивать готовность инвестора покупать сложные инструменты нельзя только по количеству активов, которые есть у человека на счету. У этих активов может быть абсолютно разное происхождение. Это могут быть вообще и последние деньги у человека, те 30 миллионов, которые он с радостью потеряет, не будучи подготовленными. Ну, в общем, здесь вот пока ждем каких-то подробностей по изменению квалификации. Но, как сказал ЦБ, в ближайшие полгода этот институт должны каким-то образом пересмотреть. Ну, вот как-то так. Вы знаете, например, мою позицию, я транслирую ее с самого начала существования нашего канала, что, допустим, тот же срочный рынок подходит далеко не всем. Я всегда говорю, что не нужно туда суваться, если у вас нет нужной подготовки. И в целом я как бы понимаю эту идею ограничить риски, но, с другой стороны, к сожалению, мне кажется, что вот тот подход к квалификации инвесторов, который есть сейчас, когда иногда эту квалификацию просто рисуют, иногда человек сам не понял, что он получил квалификацию, что-то там у брокера подписал, иногда человек квалификацию получил, но это вообще не равно каким-то знаниям, которые у него есть. Этот подход, на мой взгляд, не очень работает. И, к сожалению, только лишь повышение имущественного ценза этот вопрос, очевидно, совершенно не решит. И, конечно же, тот факт, что широкий инвестор просто немножко теряет возможности для диверсификации, он не радует, с одной стороны. С другой стороны, ЦБ сегодня заявил тоже, что, допустим, биржевые фонды на иностранные активы могут существовать и будут доступны неквалифицированным инвесторам. Судя по всему, если они удовлетворяют ряду требований, но другое дело, что мы с вами знаем, какие комиссии у биржевых фондов, как правило, бывают. И, скорее всего, в текущей ситуации эти комиссии будут только возрастать. Ну и, опять же, в этом же тоже есть, если так рассуждать, определенные риски, в том числе для инвестора. Но вот такова текущая картина. В любом случае, конечно же, я очень рада тому, что ЦБ идет на диалог с инвестиционным сообществом. Это очень ценно. Ну вот мы сегодня задавали на митапе много разных вопросов с коллегами. И, ну, понятно, что прямых ответов каких-то, да, получить вот так вот сходу достаточно сложно, потому что, ну, как бы и проблемы тоже непростые. Вот я сегодня задавала вопрос и про ситуацию с дивидендами по СПП бирже, который мне кажется достаточно важным. Я спрашивала про резкий рост акций «Газпрома» до объявления дивидендов. Я говорила о том, что хотелось бы, чтобы регулятор имел более прямой диалог с объединениями людей, пострадавших от какой-то одной проблемы. Например, там это клиенты ВТБ, которые, да, страдают сейчас от заморозок, имеют большие вопросы. Например, это люди, у которых швейцарские франки застряли. Например, это люди, у которых переводы по свифту застряли и так далее. Ну, и, собственно, вот здесь вот мы договорились, что мы, как две сообщества, сможем предоставить тоже регуляторы контакта и людей, которые плотно занимаются этими проблемами. Ну, и, возможно, там тоже получится какой-то более конструктивный диалог, потому что сейчас, ну, по большому счету, мы видим просто группу людей, которые тщетно пытаются как-то понять, что же все-таки происходит с их активами, которые там проводят свои расследования, но эти расследования как бы никто не читает. Хочется верить, что здесь получится как-то немножечко поспособствовать. Кто-то, возможно, ждал, что блогеры будут там топать ногами, придут с баннером и скажут, верните наши иностранные ценные бумаги. Ну, друзья, вы понимаете, что все немножечко как бы сложнее устроено в этом мире и так не работает. Ну, ждем каких-то позитивных событий, потому что по заморозке все-таки я испытываю определенную надежду. Да, в последние несколько недель она как-то оформилась. И очень хочется верить, что какой-то прогресс все-таки будет. Хотя, ну, я по-прежнему расстроена тем, что происходит с нашим рынком. Вот Евгений Коган сегодня тоже по этому поводу очень хорошо высказался. И, в общем-то, все присутствующие абсолютно с ним согласны, потому что, если мы хотим вернуть доверие к российскому фондовому рынку, если мы хотим, чтобы люди покупали российские акции, да, и если уж мы считаем, что покупки иностранных бумаг опасны, то давайте создадим для этого хорошие условия и давайте не будет происходить вот тех историй, которые происходят сейчас в российском рынке с абсолютно непонятными ценовыми движениями, которые никто не может объяснить и за которые никто зачастую, к сожалению, не отвечает. Ну, вот, собственно, работаем с тем, что есть и стараемся коммуницировать. Идем дальше. Еще одна важная новость сегодняшнего дня – это, конечно, то, что Мосбиржа назвала дату допуска на фондовый рынок нерезидентов из дружественных стран с 12 сентября. Я напомню, что изначально Мосбиржа сообщала о таких планах еще с 8 августа, но в итоге все-таки допустили вот инвесторов этих категорий только к срочному рынку, а вот теперь с 12 сентября и на фондовый рынок дружественных нерезидентов тоже допускают. Ну, я могу предположить, что все-таки это будет провоцировать негатив по отношению к российским акциям, по крайней мере, в ожидании этой даты, потому что пока никто, наверное, не может до конца предсказать, как поведут себя те самые дружественные нерезиденты, кого из них будет больше, скептиков или оптимистов, потому что очевидно, что с одной стороны будут инвесторы, которые захотят избавиться от бумаг, когда им дадут такую возможность, с другой стороны будет определенная категория иностранных инвесторов, которые захотят докупить то, что дешево. Кого окажется больше? Ну, я предполагаю, что все-таки пессимистов может оказаться больше. И, ну, вот даже как следует из каких-то коммуникаций, которые мы ведем с российскими компаниями, ну, кажется, что многие все-таки ожидают, что в ближайшие дни российский рынок может из-за этих ожиданий проседать. Ну, посмотрим, поживем, увидим. В любом случае, это позитивные новости для российского рынка, потому что они потихонечку как бы приближают нас к тому, чтобы как-то расквитаться по счетам, которые есть у российских и иностранных инвесторов. И, возможно, постепенно это все нас приблизит к какой-то разморозке заблокированных активов. Но еще раз подчеркну, что, конечно, это не быстрый путь, и надеяться на то, что это произойдет быстро, не стоит. Мне очень интересно посмотреть, конечно, что мы увидим, когда вот эта разморозка все-таки произойдет. А я верю, что она произойдет. Мне бы очень хотелось, чтобы те активы, которые у людей оказались замороженными, были в целости и сохранности. Я очень надеюсь, что так и будет. Но пока мы не доживем до этого момента, мы не узнаем. Идем дальше. Из следующих важных новостей. Сегодня «Газпром» договорился с китайской компанией CNPC о поставках газа за рубли и юани. Продолжается активная, в общем-то, дедолларизация российской экономики. И вот такое вот соглашение было подписано. Кроме того, кстати, еще про юани. Очень интересная новость сегодня о том, что Сбербанк начал выдавать кредиты в юанях. Это пока только лишь корпоративные кредиты. И, как говорят в Сберии, спрос на это достаточно большой. Также в Сберии говорят, что активно работают с индийской рупией. Пока нет активного спроса на кредиты в индийской рупии. Но если он появится, мы, конечно, тоже готовы предоставлять. И также Сбербанк рассматривает возможность размещения юаневых облигаций осенью-зимой этого года. Объем будет зависеть от ситуации. Наверное, около 6 миллиардов рублей сообщают в Сберии. ВТБ, кстати, тоже планирует начать выдавать кредиты в юанях до конца этого года. Так что вот та самая юанизация потихонечку продолжается. Вы знаете, что и для физических лиц уже некоторые банки, допустим, тот же Тинькофф, по-моему, уже предлагают открыть депозиты в юанях. Ставка там, конечно, не шикарная. Ставка, как вы понимаете, зависит от ставки Нацбанка Китая. Ну и здесь я хотела бы все-таки обратить ваше внимание на то, что юань, конечно, это хорошая история для диверсификации. Но юань это не самая устойчивая мировая валюта, если что. И китайское правительство постоянно проводит политику по ослаблению ее курса. Имейте это в виду, пожалуйста, когда вы рассматриваете какие-то альтернативы американской валюте. Я все-таки пока продолжаю покупать наличные доллары, насколько это возможно. И мне кажется, что это не самая плохая стратегия сейчас. Электронные доллары, условно электронные, я не покупаю, потому что их сейчас негде хранить, их некуда инвестировать, по крайней мере, в соответствии с той стратегией, которую я выбрала для себя. Движемся дальше. Проходил тут Восточноэкономический форум. И на полях этого форума Максим Решетников, глава Минэкономразвития, озвучил улучшенный прогноз по снижению ВВП России. Предполагается, что снижение составит 2,9%. Это, конечно, существенно ниже тех оценок, которые тот же Минэк давал этой весной. И там прогнозируют возврат к росту в конце текущего, начале следующего года. Ну, посмотрим, понаблюдаем с большим интересом. Я тут, кстати, к слову напомню о том, что у нас в нашем телеграм-канале InvestFuture сейчас проходит марафон по макроэкономике. Мы каждый день в 9.30 утра публикуем образовательный материал по какому-то важному термину. Три дня марафона уже прошли, впереди еще два. Вы можете почитать те материалы, которые уже вышли. Мы разобрались, как влияет на кошелек инвестора ВВП, как влияет инфляция и как влияет торговый баланс. И впереди еще два термина. Можете почитать архивы и не пропустить новые. Причем у нас каждый обучающий материал сопровождается коротким образовательным кружочком. Поэтому такой вот интерактивный формат этот марафон ни к чему не обязывает. Мы просто хотим, чтобы вы читали наш телеграм-канал, вам было полезно и интересно. Ссылочка на телеграм-канал InvestFuture в описании. Пожалуйста, подписывайтесь и изучайте термины, которые влияют на нашу повседневную жизнь. Хотя кажется, что они где-то там далеко от нас, где-то в Росстате и западных статистических органах. Но нет, это не так. Ну и напоследок, друзья, в Еврокомиссии допустили усложнение получения виз для россиян с 12 сентября. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии. Ну и если вот это предложение будет принято, то россиянам станет сложнее получить шенгенскую визу. Стоимость визы вырастет до 80 евро. Предельный срок принятия решения увеличится до 15 дней. И также будет требоваться полный набор документов. Но это пока лишь усложнение. Это пока не полноценный запрет на въезд в страны Евросоюза. Поэтому, ну опять же, как бы грустненько это все. Но как-то пока продолжаем жить. И все-таки возможность перемещаться еще остается. На этой позитивной ноте предлагаю нам сегодня закончить. Я, собственно, вот немножечко выпадала на прошлой неделе. Почему? Потому что инвестфьючер был на московской международной книжной ярмарке. Это большое событие в мире российской литературы. Мы там представляли наш четвертый образовательный комикс «Аня и Макс» для детей от 4 до 12 лет. Комикс такой, он с одной стороны выглядит развлекательным, но с другой стороны мы туда вшиваем базовую информацию по финансовой грамотности, бизнесу, профориентации и так далее. И вот, собственно, этот комикс мы и представляли на выставке. Это большое важное событие. Там были представлены, в общем-то, ведущие книжные издательства. Проходили очень интересные лекции. Например, вот Марина Мелия замечательная выступала, которую вы наверняка знаете по нашей книжной рубрике. Ну, в общем, было интересно. Мы так подустали, конечно, за эти дни. Но теперь уже возвращаемся к такому более устойчивому режиму работы. Так что вы не переживайте, никуда мы не пропадаем. Многие спрашивают, кто вот не смог доехать до выставки и купить там первые два экземпляра нашего комикса. Как же заказать первые два и новый, четвертый комикс? Я скоро сделаю по этому поводу анонс, не переживайте. Так что такая возможность будет. Но пока еще четвертый комикс не заказать, к сожалению. Все, спасибо. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Всем пока, берегите себя и свои деньги. Субтитры сделал DimaTorzok